Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о втором послании святого апостола Петра. И сегодня мы читаем вторую главу. «Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истинно будет в поношении, и из любостяжания будут улавлять вас листивыми словами. Суд им давно готов, и погибли их не дремлет». Апостол предостерегает против уже учителей. В Ветхом Завете были уже пророки. Постоянно об этом Ветхом Завете мы видим предостережение, мы видим, как истинные пророки выступают против уже пророков, а уже пророки — это люди в определенном смысле востребованные. Людям хочется услышать подтверждение их позиции, чтобы их ободрили, чтобы их воодушевили, царям нужна ветхозаветная пропаганда, и появляются люди, которые от имени Божия начинают возвещать то, что людям хочется услышать. И Господь через своих пророков, этих уже пророков, особенно обличает. И апостол Петр, говоря, что были уже учителя в народе, были уже пророки, и у вас будут уже учители. И они введут пагубные ереси. И вот, что важно здесь отметить. Для человека внешнего, не церковного, христианство часто сводится к этике, что Христос пришел для того, чтобы преподать кое-какие нравственные наставления, и люди воспринимают догматику, люди воспринимают правую веру как что-то такое непонятное, лишнее. Наверное, церковь понаворотила где-то в средние века, наверное, Иисус ничем такому не учил. Наверное, христианство это все только про то, чтобы быть добрым. А вот слово ересь, оно как-то пугает. Вот вы, наверное, еретиков сейчас на кострах пойдете сжигать. И вообще оно как-то звучит недружелюбно и противно духу любви. Но на самом деле, если мы обратимся непосредственно к Господу, непосредственно к апостолам, то мы видим, что здравое учение, оно очень важно, уже учителя появятся, и их нужно отвергать, им нужно противостоять. Это будут пагубные ереси. То есть ересь, она может человека погубить. Уже учение может лишить человека вечного спасения. И эти уже учители, отвергаясь искупившего их Господа, сами навлекут на себя скорую погибель. Речь идет о каком-то очень серьезном предостережении против ложных учений, что эти ложные учения могут человека погубить. Из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами. То есть листивыми словами, которые вам понравятся, вам будут говорить то, что вам будет приятно услышать. Суд им давно готов, погиблих не дремлет, ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота утомленного обращения между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять богочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших, тогда как ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом коризненного суда. Апостол перечисляет суды Божии над нечестивцами прошлого, говоря о том, что грех, противление Богу, ересь, лжеучение навлекает Божий суд. Это важно понимать, потому что любовь Божия, его забота о мире проявляется и в том, что Бог противостоит злу, который этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Потому что иногда люди противопоставляют любовь Божию и Божий суд. Что вот любовь Божия, она должна быть такая очень мягкая, очень кроткая, очень все попускающая, как в сказке «Городок в Табакерке», там есть такой персонаж, который надзиратель добрый, который ни во что не вмешивается, ни на кого не обращает внимания. В это время у него там молоточки кого-то бьют, но ему до этого и дела нет, потому что он очень-очень добрый, он ни во что не вмешивается. Но вот Бог благ абсолютно не в этом смысле, именно потому что Бог благ и заботится о благе своего творения, Бог противостоит греху, который это творение разрушает, Бог противостоит тому, что несет погибель, и поэтому Бог совершает свои суды в истории над теми, кто ему противится. И этот суд, он неизбежен, и Бог знает, когда и как его совершить. Конечно, это может произойти не сразу, и суд Божий приходит не в тот же момент, когда человек согрешает, но суд явится рано или поздно. И Бог знает, как избавлять богочестивых от искушения и соблюдать нечестивых ко дню суда. Здесь упоминается Лот, который был в Содоме, и Лот оказался праведным человеком, он был выведен из Содома среди всего этого неистового греха и разврата. Там жители Содомские были весьма злые и грешны пред Господом, не только каким-то одним конкретным грехом, но по всему спектру грехов они были грешны. Но Лот был праведен, и Бог его выявил. Сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Здесь упоминается мучение праведника, который находится в атмосфере греха. И это напоминает пророка Иезекииля, который описывает свое пророческое видение, что он видит город Иерусалим, он видит весь грех, в который впал Божий народ, он видит, что люди поклоняются идолам, он видит, что люди поступают дурно и несправедливо по отношению друг к другу, и ему в видении являются ангелы. И один из ангелов держит специальный инструмент для того, чтобы, писца, для того, чтобы поставить знак ночевах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся посреди его, то есть Иерусалима. Бывает так, что люди не могут остановить эти мерзости. Они происходят независимо от их воли, у них нет могущества, чтобы покончить с ними. Но они скорбят и воздыхают. Бог видит, что они скорбят и воздыхают. Бог видит, что в сердце своем они против этих мерзостей, которые совершаются. И Бог отмечает их как своих. Бог ставит на них этот знак. И лот, который, живя между ними, мучился в праведной душе, он внутренне не соизволял на то зло, среди которого он находится. Он его внутренне отвергал, он мучился, терзался, он был с этим не согласен. И Бог это видел. И Бог его вывел в итоге из Содома. Далее апостол говорит о уже учителях, что они идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших. То есть люди, эти еретики, они распущены и надмены, дерзки и своевольны. Они, продолжает апостол, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловлении и истреблении, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствия во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршуствуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти, непрестанного греха. Они приличают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановило безумие пророка. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Облака и мглы в засушливой местности, облако, которое должно было принести дождь, оно вызывало надежду. Люди молились о дожде, люди от него зависели. Вот появлялось облако, и его куда-то уносило. Это было ложной надеждой, и апостол использует этот образ, чтобы показать, насколько пустыми и ложными являются уже учителя. «Ибо, произнося надутые пустословия, они улавляют в подске и похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тому и раб». Как мы знаем, в Новом Завете много говорится о христианской свободе. Мы, как чадо Божие, мы свободны, мы не находимся в рабстве, мы не находимся в рабском подчинении ветхозаветному закону. И уже учителя искажали это возвещение апостолов и говорили, «О, мы теперь свободны, мы теперь можем пуститься во все тяжкие, и все с нами в порядке все равно». Апостол говорит, нет ничего подобного. Кто кем побежден, тот тому и раб. Человек, который следует своим страстям, он вовсе не свободный, он является рабом этих своих страстей. И далее апостол решительно предостерегает против отпадения, «Ибо, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверный пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Человек, который получил познание Господа Иисуса Христача, который был наставлен в правой вере, он уже не сможет сказать на суде, что он не знал. Нет, он знал и отверг, он знал и воспротивился. И наше знание истины, оно налагает на нас некую ответственность. Мы должны удаляться от скверн мира, потому что мы знаем лучшее. Ну, язычники, они не слышали ничего, они лучшего не знают, они, конечно, тоже подсудны, у них, по крайней мере, есть голос совести, но мы, будучи наставлены в истине, даже мы, получив святое крещение, мы тем самым получили особенные божьи дары, мы теперь не можем отговориться незнанием, и поэтому, когда мы после этого запутываемся в грехе, это бывает намного хуже. То есть отступник, это намного хуже, чем язычник, поскольку язычник еще не знает, отступник, увы, знал истину и отверг ее. И против этой ужасной беды, против этого ужасного несчастья и предостерегает апостол. Мы с вами прочитали вторую главу Второго Соборного Послания Святого Апостола Петра. Мы читаем писание в рамках библейского портала Экзегет.ру